Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Потому что нет же никаких репортажей о гробах, нет никаких репортажей о сломанных судьбах, жизнях, о сдавшихся в плен, о расстрелянных своими же сослуживцами, ничего же этого нет. И вот эти вот несчастные ящеры, которые не знают, что такое информация, информационная гигиена, где брать информацию, они идут на войну, не представляя себе, куда они идут. Ну и уж тем более зачем. Ну вот то, что власти ни о чем таком не говорят, гробы не показывают, они даже не показывают, как обстреливают Белгород, да, и там только эти белгородчане возмущаются об этом. И они говорят о том, что город опустел, выходим только за лекарствами, власти скрывают масштаб обстрелов, полноценной защиты нет. Ну по сути Путину полностью наплевать на своих людей, мало того, что они скрывают все последствия, удаляют посты об эвакуации, потом вновь пишут о том, что нужно эвакуироваться. Но они еще и скидывают бомбы на свои села, вот, например, Козинка там уже полностью с лица земли стерли этот населенный пункт. Вот такие обстрелы они могут поспособствовать тому, что все-таки большинство россиян, хотя бы даже белгородчан, восстанут против Путина? Ну вы знаете, вы знаете, конечно, нет. Мы видим в белгородских пабликах и на стране на улицу, что народ, конечно, ожесточился и воспринимает это пока безоружно, но уже называя вещи своими именами, уже обман называя обманом, вранье называя вранье, уже безразличное отношение к жителям, так это все и называется, что царю пофиг совершенно на подданных, все это они называют. Но пока не называют причины всего этого, да, вот назовите же причину, почему это с вами происходит, почему мы с вами полезли в соседнюю страну, которая ничего нам не сделала, это мы радовались, когда с нашей территории летели ракеты, это мы радовались, когда бомбили украинские города и говорили так их. Это вот теперь, это летит, что теперь украинцы должны цветком отмахиваться, да? Уйди противный? Нет, нет. И вот этого пока не пришло в голову, это понимание, за что это все, да? Не за что нам вот это реводушие властей, не за что нам это несчастье, вот дом сломался, обрушился, за что же нам вот это вот сейчас с детьми ехать? Тем не менее, с нашей части России не видят этих людей и она их не слышит. А вот на кого рассчитана вот эта вот вся брехня о том, что они якобы там уничтожили уже 2-3 тысячи боевиков, ну, российских добровольцев, миллион танков и все другое? На тех белгородцев, которые сейчас прячутся в подвалах или стоят там на АЗС, покупая бензин, чтобы уехать? Или все-таки на москвичей, которые пока еще на себе этого всего не ощущают? Ну, конечно, это брехня и на москвичей, которые не ощущают на себе это, и на, мы же видели, избирателей по всему миру, и в Израиле, и в Германии, и во Франции, и на Кипре, россиян, которые давным-давно не живут в России, которые давным-давно ничего этого не видели, которые давным-давно не представляют себе, как живет страна, и любят Путина какого-то, я не знаю, года издания, но просто потому, что вот так вышло. И это и на них в том числе рассчитано, да, совершенно верно. Они теперь знают, что 2 тысячи танков подбито, 2 тысячи человек, ну и так далее. А то, что всеми международными соглашениями с Украиной, Украине как раз запрещено вводить свои войска, к сожалению. К сожалению, да, я понимаю, что об этом жалеет каждый украинец, я догадываюсь. Но нельзя входить на территорию сельской федерацией, ну, таковой западной помощи. Но на то есть русский дворобоческий корпус, сибирский корпус, вот «Легион» есть, но там не 2 тысячи человек. Хорошо бы, если бы они там были. И, конечно, я считаю, дело каждого россиянина, который способен лежать в руки оружие, идти туда и отвоевывать свою землю у Путина. Свою землю, свой флаг, свои семьи, свои дома, свою нефть, свой газ, свой бюджет. Это отвоевывать с оружием в руках? Конечно. Но пока их, к сожалению, не 2 тысячи. Пока нет, но мне кажется, что еще не все потеряно, потому что «Легион свободы России», они заявили, что взяли в плен 37 россиян, и некоторые пленные захотели стать бойцами РДК. Но о чем говорит этот факт, что некоторые россияне все-таки приходят на сторону РДК, но если они сначала якобы защищались, то это какой у них там перелом в голове должен случиться, чтобы они перешли на сторону РДК? Конечно, огромный перелом. Конечно, огромный перелом в голове. И самое главное, мне кажется, все-таки вот этот вот личный контакт. Личный контакт, когда ты впервые встречаешь нормальных парней, своих соотечественников, которые тебе просто рассказывают, что вот да, мы пришли освобождать тебя, освобождать страну, нашу страну от Путина. Мне кажется, это работает. Ну то есть, если дальше «Легион свободы России» и «Русский добровольческий корпус» продолжат свой рейд, то вы думаете, что они смогут собрать людей? Ну, я думаю, что они смогут в конце концов добиться до ушей, до мозга. Я говорю до ушей, до мозга, хотя хочется сказать до совести, но не получается. Жители других городов и сел, которые сейчас вообще не смотрят в ту сторону, не желают смотреть на юго-запад России, не желают ничего про это знать. Просто не хотят. Тыквенные латы, ипотека, отпуск на Алтае или в Крыму. Вот, собственно, и все потребности. Кстати, основатель группы Би-2 сказал о том, что Россия уже проиграла, и он говорит, что Путин начал кровавую бойню, при этом он не исключает, что после победы Украины в России все-таки начнется гражданская война. Вот вы видите какие-то возможные намеки, и что оно идет всего к тому, что гражданская война неминуча? Кажется, да, она неизбежна. Но уже давно кажется, она неизбежна, и потому что не будет никогда согласия между за путинцами, против путинцев, за войну, против войны, никогда ветераны так называемой специальной военной операции не будут никакой российской элитой, а им уже это обещали, никогда не будет в ближайшее время, по крайней мере, при этой власти хотя бы снижен разрыв между бедными и богатыми. Никогда власть и чиновники, и олигархи не будут относиться к народу как к равному себе, или уж по крайней мере как той самой субстанции, откуда выходят государства, откуда выходят законы. Для них государство – это я, да, то есть Путин государство для них. И это будет очень большое, я думаю, открытие для очень многих, для всех. И стенка на стенку пойдет обязательно, собственно, уже идет. Просто это пока спонтанно и неосознанно. А свой-чужой, флюгер работает отлично, и он просто будет настроен на гораздо больший подбор спектра. Свой-чужой по какому признаку? А признаков это будет очень-очень много. Поэтому своих-то у каждого будет. Раз-два, я учусь. А что же будет делать Путин? Куда он убежит? Я просто вот вспоминаю, кто его поздравил, да, вот с тем, что он победил якобы на этих выборах, и там более чем 30 стран. К Мадуро поедет или все-таки в Африку есть бананы? Слушайте, я прочитала, попробую вспомнить досконально шутку. Это ответ на вопрос, когда же в России наступят перемены. В России перемены наступят тогда, когда вдова Медведева придет в тюрьму к Путину и в конце концов спросит у него, кто же убил Миллера на похоронах Сечина. Ух ты! Вот перемены начнутся тогда. Да. Спасибо. 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 Спасибо.